ПЛН представляет Главные новости недели Мнения и комментарии Эксклюзив и качественный анализ Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио ПЛН-ФМ «Гонки по вертикали» В студии автор программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко И как всегда в этот день и в это время будем говорить о псковской политике Но и о событиях в федеральном центре тоже На самом деле это касается и региональной повестки Президент Владимир Путин возобновил проведение встреч с главами тех субъектов федерации Где в сентябре 2023 года пройдут губернаторские выборы Таких регионов больше 20 Псковская область в их числе Пока президент провел проверку Менее половины фигурантов этого списка Несколько дней назад он принимал кемеровского губернатора На очереди и другие Вероятно, скоро мы увидим встречу президента России С псковским губернатором Михаилом Ведерниковым На которой традиционно будут подведены Некоторые итоги работы И определены новые цели Обнародование информации об этом разговоре Станет своего рода отмашкой К старту губернаторской кампании Подробнее на эту тему читайте в статье Которая опубликована во вторник утром На сайте Псковской ленты новостей В рамках проекта Выборы губернатора 23 Название материала Референдум, репетиция, ребус Гонки по вертикали Ну а тем временем подготовка к выборам уже идет Создаются и приступают к работе штабы Проводятся консультации по кандидатурам Формируется ресурсная база Многие события из партий мы расцениваем как проявление предвыборной активности Вот скажем руководство КПРФ в субботу проводило в режиме видеоконференции Всероссийское совещание партийного актива Собрались послушать Москву и псковские коммунисты Первый секретарь обкома Петр Алексеенко Секретарь Дмитрий Михайлов И потенциальный кандидат на пост губернатора Александр Ножко Гвоздь программы Это выступление Геннадия Зюганова И хотя было много тем Значительное внимание уделяли региональным выборам По определению председателя КПРФ Это одно из трех явлений Которое будет определять весь 23-й год Кстати говоря, обращение лидера КПРФ Проходило на фоне очередной волны разговоров О возможном объединении Кумпартии и Справедливой России за правду Вызванной, не знаю уж и каким по счету Заявлением на эту тему лидера эсеров Сергея Миронова Напомню, что Сергей Миронов говорил о неизбежности объединения с КПРФ Еще более 10 лет назад Мол, слияние партий возможно Лишь на платформе социал-демократии Затем он неоднократно повторял эту мысль В КПРФ называли его заявление фарсом Дескать, эта тема не поднималась А подобные обсуждения распространяют политтехнологи из разных лавок и кабинетов Навязчивость некоторых, в том числе и Справедливой России за правду По этому вопросу Позволяет делать вывод, что ИСР курируется этими же политтехнологами Комментировали вбросы в Компартии Добавляя Объединение, если и возможно То только в том случае, если и объединенная партия Будет выполнять программу коммунистов А в Пскове все усугублено еще и конфликтом Алексеенко и Олега Бричака Ну вы помните Сукин сын Обмен колкостями Обращение в прокуратуру Баттл региональных партийных лидеров В радиопрограмме Армрестлинг Все это на региональном уровне А на федеральном постоянно звучит такая сказка про белого бычка Сказать ли тебе сказку про объединение левых? Скажи Ты скажи Да я скажи Да сказать ли тебе сказку про объединение левых? Так без конца И вот новый заход На прошлой неделе СМИ растиражировали заявление Миронова Мол объединение КПРФ и справедливой России Обязательно произойдет Но не при нынешнем руководстве коммунистов Так что выступление Геннадия Зюганова на совещании Можно было рассматривать и как ответ Миронову Ответ не прямой, но вполне однозначный Ровным счетом ничего с позицией КПРФ по этому поводу не поменялось Партия снова идет на выборы Как это нередко бывает в такие периоды Меняет риторику, заостряет проблемы, критикует, грозит Кремлю Предлагает себя в правительство народного доверия И вновь ставит задачу удвоить количество членов партии Предыдущая попытка предпринималась под эгидой 100-летнего юбилея Советского Союза Ну а теперь это ленинский призыв в партию Интересно, что заявления по этому поводу делаются коммунистами На фоне аналогичной кампании у конкурентов ЛДПР проводит свой прием новых членов партии памяти Владимира Жириновского И судя по заявлениям регионального координатора либерал-демократов Псковской области Антона Минакова Цели достигнуты Процитирую небольшой фрагмент интервью ПЛН с региональным координатором ЛДПР В ближайшие месяц-два мы перейдем рубеж в 3000 членов партии по Псковской области А по стране планируется нарастить данную цифру до 350 тысяч человек В КПРФ примерно раза в два меньше Поэтому задача удвоения партийных рядов Это еще и про борьбу за второе место среди партий Что бы там ни говорили некоторые нострадамусы из числа политологов О возможности перехода к однопартийной системе Это, по крайней мере, пока не является актуальной повесткой Тут каждый сам за себя И никаких даже тактических альянсов на выборах, скорее всего, не будет О чем на минувшей неделе в эфире ПЛН-ФМ заявил секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов Мы не будем ни с кем входить в коалицию Мы сейчас должны наращивать свою базу сторонников Которые приходят за нас голосовать Поэтому пока не видно, с кем мы можем договариваться или входить в коалицию В общем, партий остается много Еще и новые, возможно, появятся Это я уже к главной новости партстроительства перехожу Но тут, как говорится, бабушка еще надвое сказала Это науки неизвестны Наука еще пока не в курсе дня В субботу в столице состоялся учредительный съезд партии традиционалистов за семью Основанный активистами движения православных христиан 40-40 Во главе с композитором, бизнесменом, отцом девяти детей Андреем Кормухиным Кстати говоря, братом певицы Ольги Кормухиной Той, которая давно, образно говоря, прописалась на острове Залит на Псковском озере Называется создаваемая партия «За семью» По информации Псковской ленты новостей Ее сторонники есть уже и в нашей Псковской области Идеологическими ценностями провозглашены Тысячелетняя Россия, память предков, вера в Бога И прочие русские традиции, вроде домостроя Своей миссией основатели партии называют борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности И планируют добиваться роста показателей демографии и положения многодетных семей Все это отмечает коммерсант Слухи о причастности к новой структуре некого православного миллиардера Ее основатели опровергли, заявив, что деньги на съезд собирали в шапку Чтобы никто не мог влиять на политику этой народной партии Как полагают опрошенные независимой газетой политологи Подобная политструктура в принципе может быть зарегистрирована Минюстом Хотя партпространства без указания сверху уже давно не расширяется Если такая регистрация случится, то за семью вступят в конкуренцию Со всеми думскими партиями, в том числе с партией власти Так что пока делать какие-то выводы и строить прогнозы Относительно скорой регистрации новой партии в Минюсте рано Будем наблюдать и за этим партстроительством И за другими событиями политической жизни На этом все на сегодня Будьте здоровы и помните Если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко